Ребятки всем привет приветствую снова на канале приключение электроника на приключение электроника вот сегодня чего у нас был я у клиентов ремонтировал компьютер вот подошли мне с таким вопросом можно ли починить вот такой ноутбук вот он смотрите какой прикольный вот такие у него ранения серьезную бою в бою с малолетними девчонками вот какой у нас тут модель к 53 by вот ну в результате беседы выяснялось что он к тому же еще не работает и людям объяснил что в принципе такой ноутбук наверное нет смысла восстанавливать на что они говорят ну забирайте его себе вот и подарили мне его вот с таким зарядным устройством вот когда-то у них было даже собака собака барабака вот так она грызла разъем питания штекер питания вот такой вот ноут сейчас я его кратко переверну аккуратненько чтобы его еще до конца не убить интересно конечно что вообще можно с ним сделать asus вот открыть его сейчас одной рукой не могу сейчас открою в принципе сниму ребятки но попытался его открыть вот смотрите что творится бедным ноутбуком аж сердце кровью обливает не получается мне его открыть пробовала двумя руками вот как бы вам показать что-то внутри ну как-то так клавиатура смотрю там даже целая вроде бы тачпад вроде вроде матрица целая очень хотелось бы верить что он еще можно в общем таки как-то поднять хотя бы для своих таких вот личных целей таки мне нравится когда техника оживает на производители ноутбуков делать жесткие жесткие петли и очень слабые крепления петель чтобы ноутбуки быстрее ломались чтобы их выбрасывали покупали люди новое бесконечная зависимость от потребления и тем самым чтобы люди деградировали постоянно потребляя потребляя так от моей мудрой философии в жизни что я сейчас буду с ним делать хочу аккуратненько разобрать вот и посмотреть все таки что с ним во первых какие там комплектующие живые например жесткий диск память что там зарядное хотя бы живое не живое включу напряжение промерю ну и можно ли все таки его восстановить работоспособное состояние вот как то так по мере разборки буду вам снимать и показывать пока на этом все ребятки ребзя ребятки уже он убежал хотел вам показать инопланетного гостя подселили мне вместе с этим ноутбуком чужих я сразу конечно в пакете еще видел когда вытряхивал после него много мелкой мелких таких вот как частиц думаю либо грязь земля на думаю откуда где он короче в общем тараканы только что он убежал хотел вам показать он лазил по модуле вай фай здесь вот здесь он убежал дат щель под ноутбук что делать даже не знаю не хочется его в помещении разбирать потому как разбегутся если а на улице темно и холодно ночи холод я бы если было тепло на солнышке я бы на улице разбирал бы это дело как с блоком питания и там все чудненько пускай даже высыпается вон вон ребятки смотрите вот вот он вот он смотрите о красавчик или вот наша звезда папа и убежал но не стесняйся выходи сейчас я буду пинцетом ловить ребята ну что делать я уверен там намного таких друзей эх досада так мне не нравится вот это вот разбирать еще и думать о том чтобы товарищи чужие инсектоиды не разбежались ну будем сейчас что-то делать главное он вышел в кадр показаться вам что не выдумал эту историю везет и на этих товарищей любят они меня значит тараканы наверно к моим тараканам голове тянутся у них там много никак выгнать не могу в общем сейчас будем что-то думать ребятки покажу вам картину если вам видно вон там сколько их живет там товарищей по правую руку справа вон и там живут сейчас возьму пылесосик на выдувание на улицу в дуну хорошенечко дуну чтобы они повылетали 1 я уже убил вытащил пинцетом вот и там еще их много сейчас попробую выдуть их стареньким хорошим пылесосиком на выдувание хорошая функция советских пылесосов на улице продолжил разборку конечно на жестяк как обычно ребята разобрал этот ноут даже честно вам скажу спойлер я его включал и он работает прикиньте работает так чего я сделал вот во первых покажу все как тут выглядит вот такая крышка вот убитая вся вся конечно же заражены тараканами на вся вот состояние все конечно тут вырвано и так вот крышечку вот это вот поддон я уже заказал новую уже он приехал на новой почте надо забрать буду собирать новый вот таком состоянии ну еще более-менее на ног конечно немножко тоже под это верхняя крышка верхняя крышка была очень дорогая новая 800 чем-то гривен я не буду покупать нет смысла такого но вот и там процессор слабенький я его включу посмотрим я так и не понял биос заходил двух ядерного одноядерного 1.6 на ядру амдешник какой-то там с хд графикой встроенной так вот видите какая крышка вот будем ее марафетить ну конечно тут все грязная липкая ну как обычно я же потихонечку все утираю клавиатуру же оттер вот она была вся я знаю липкая куча мусора в ней вот одной кнопочки он нет научил ладно чтобы она работала в принципе дареному коню зубы не смотрят халявный ноутбук подарены клиентами вот такие вот крышки заважены все потихоньку оттираем все вот например привод в каком состоянии вы видели вот это вот все таракане делах вот крышка не крышками меня кусочек от корпуса нижней части заливал кто-то там силиконом когда-то там пробовал ну короче но тут все тоже вырвано да вот таком все виде разобрал динамики вот тоже грязные если видно будем все оттирать оттирать будем usb колодочка вот здесь баночки все что с него было все повыкручил тут крепления самодельные были все винтики болтики с него зарядная рабочая жесткий диск здесь на 320 их ну ничего пойдет на шару тем более не знаю не подключал его еще сейчас хочу все подключить вместе жестким диском с клавиатуру подключил внешне попробую зайти сейчас покажу вам когда его включил обрадовался что он работает конечно тут экран постараюсь вам показать знаю если будет видно на камеру экран вон видите как грязнющий я думал это царапина грязный липкий весь надо будет подтирать его весел в таком состоянии так вот asus видите каком-то видно сейчас хорошо на камеру весь заваженный учет уже вот отрем будут блестеть эти крышки подтираю подмываю всего сейчас попробую включить на клавиатуру жесткий диск и посмотреть ай спился статив и посмотреть что будет пока на этом пауза ребята подключил мышу беспроводную включим есть блок питания здесь горит вот так врубаем подключил жесткий диск вытер хорошенечко матрицу так мы смотрим клавиатуру не могут как у меня юсбишный тут нету к сожалению хотела клаву подкинуть зайти убивас жестяк подключил с мышей надеюсь винда прогрузится так смотрим чё тут у нас а по asus м.д. ну клавы нету придется подождать 25 секунд ладно поставлю на паузу а ребята винда прогрузилась дрова какие-то ставятся ну-ка крупным планом чутка чутка добавим ой а юсб мышу короче клава тут стоит уже у них я так понял клава жалко наверно не работала раз у них стоит перезагрузить позже клавиатура уже в виде на экране и свет у них стоял так самое интересное где у них подключение по локальной снега вот мой компьютер поводили по всему столу разбросано ярлыки свойства чего нас так лава пока свернем и того что у нас запроса м.д. е. е. 450 apu wizardion hd graphics 165 на ядро хотя непонятно все зайду диспетчер активация windows выполнят 32-разрядная что у нас два гигапланки памяти да я поставил две дверь третий зайдем диспетчер устройств сервис пак 1 стоит нормально максимальная семерка подтормаживает так где наш проц показывает два ядра винда новая драна я запущу поставлю щекунте вырестик погляжу реальные два ядра или это эмуляция какая-нибудь видео адаптеры непонятно показывает тут видеокарта что ли есть чип видеокарты hd 6320 графикс радион и хд 7470 видно вам не видно сейчас попробую увеличить что-то на небо особо фокусируется ох и телефона моя телефона телефона чук чук кушать хочет о ребятки не знаю будет она потом на видео видно или нет но пытаюсь вот как-то увеличить о телефон раздуплился вот видим два ядра вроде как в этот штатив затянуть что не болтался как-то затянул вроде так ну прикольно все равно обновление не отключили аккумулятора здесь вообще нет мне его не отдали его не было в принципе вот что тут у нас еще ну естественно они не подключали им наверно службы лишние все про обычно отключаю центр поддержки изменения контроля учетных записей хоть тут отключена центр поддержки центр поддержки вот это все левое отключать вот эти все галочки поубирать не нужны они чтобы левое всякие сообщения не всплывали что у нас тут еще безопасность так 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 администрирование администрирование службы длинновато конечно работает ну в принципе у меня он рабочий ноутбук он стоит на фильм на паузе который celeron 1.8 то же самое так этот superfetch отключим применить что там у нас где у нас бренд брендмауэр отключен отключена отключена ну молодец хоть кто-то отключил так диспетчер печати не нужен отключим 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 и самый низ обновление центр обеспечения безопасности отключим все равно он не нужен и обновление отключим так так сделали посмотрим что у нас тут на жестком диске заводник разбит на 3 c50 их мало конечно сделали внутри свободен вообще стоят тут ярлыки а это это они поделали папки закачки пуста торрент загрузки пуста мазила загрузки это привозер free коллайт кодекс пускай будет файл пакета тем windows botanical garden крис чанг с windows тоже темы файл пакета короче всякая фигня честно говоря ну то можно будет форматировать и что тут на последнем диске ф о чудеса инженерии подводная лодка hd лент быков ленит быков легенды преступного мира ищу жену с ребенком камень драйвера и программа ну чё тут о ну пускай будет эта папочка дрова наверное этот ноутбук кто-то накачал добрый кто им когда-то настраивал на bluetooth он есть ну это короче диск f мы сделаем потом его в е а вернее правильно он же диске наверно определял привод я привод не подключал пока интересно работает он в таком состоянии убитом там крышки нету потом подключу проверю не крышки а накладочки нету в тараканах еще не отмывал его так ESET на 32 стоит инсталяха неплохой кстати антивирус я тоже всегда его ставлю винт дежавю короче программки ну в общем что-то тут аида даже есть интересно тут не стоит аида так так ESET ASUS блин прикольно когда ноут вышел на шару еще крышку надо снова почты забрать и полностью его соберу покажу конечную еще работу когда он в собранном виде будет попробую же и клаву протестирую и привод так что тут нету да аиды утилиты папки нету ASUS утилит какая-то интересно аиду поставить так она типа тут установленная ее просто скопировали сделаем запуск от администратора на всяк случай ой неудобно сижу под наклоном тут спина заболела так так ай что с телефона прикоснулся к экрану и телефон резко замут ё-моё о запустилась аида так системная плата цпу посмотрим таки dual core таки он двухъядерный dual core амд видно вам е450 1.6 на ядро 1.647 1.647 ну пойдет пойдет чисто для NetSSE 2 короче все это есть чисто для серфинга пойдет cpu id апу из radeon graphics короче встроенная графика а ну посмотрим тут отображение графический процессор что он скажет да ребята показывают такие два ядра видно вам на 6320 встроена wrestler это ePCI express radeon hd 6450 mobility ну нормально еще и графическое ядро если есть тип шины DDR3 а вам не видно сейчас уменьшить чутка чутка уменьшить так объем видео АЗУ 1GB пишет даже есть видео АЗУ нифига себе для такого ноута нормально добавлю еще и на шару кодовое название gp Seymour XT Pro видео адаптер не ну прикольно что народ 64 битая конечно шина естественно DDR3 а ну OpenGL есть там что нибудь не показывает не показывает ничего вообще а поддержит таки да я уже что у нас говорит короче почти все OpenGL поддерживает кроме 4.3 4.4 4.5 версии а так все даже поддерживает так еще и поиграться даже что-то можно может мне кажется конечно я не особо любитель играть в игры я думаю там игроки скажут так это вообще калькулятор а не компьютер для игр не ноутбук для игр что у нас тут SPD с памятью 2010 года планочки памяти две да с завода шли 46 неделя 2010 год по одному гигу ну нормально что тут у нас еще можно глянуть сеть PCI-Express так что он показывает Ethernet адаптер ага что там еще а что там ГПУ что-то какое-то Direct3D AMD OpenCL OpenCL не ну нормальненько эффический процессор да а это получается ядро в процессоре 6320 HD встроено тип шины встроено объем АЗУ 384 мегабайта так понял вот он с память оперативная берет настроено настроено 384 мегабайта брать аппаратная поддержка DirectX 11 сейчас не знаю какой там последний DirectX повторяюсь в игрушки я не играю не игроман я и это хорошо нет у меня зависимостей нет алкоголя нет курения нет игромании так ну здорово короче говоря меня радует что ноут работает в принципе супер потом соберу еще подключу клавиатурку попробую потому что у них выведено на экран что у них не работало может потому что грязное было контакты шлейфа я все естественно попротираю спиртиком там все обезжирю потому что клавиатура была липкая грязная я ее все повытирал между клавишами старался так что тут еще можно вообще глянуть на ноуте жалко клава не маме избежать здесь зайти в биос ну хотя в принципе мы все увидели все увидели ну вот такой вот ноутик ребятки бывают клиенты видите какие хорошие добрые дарят ноутбуки такие честно я когда его вид увидел я думал что он уже все что там и матрица не живая тем более у них спросил не работает ну думаю ладно люди сами отдали благодарю им конечно благодарность им благодарю я их еще тут а вай фай шумеет я потом да потом соберу вернее ну да модуль в смысле отключенный потом когда соберу протестирую еще покажу вам полностью его в интернете как он прогружает странички дтп ну пока на этом наверное все сейчас раз завершение работы как быстро он завершит работу бабочка улетает оп оп крылышками машет улетела до всем максимально я потом еще жесткий диск протестирую все выключился ребят все быстренько круто пока на этом на паузу ставлю на паузу на паузу на паузу Продолжение следует...